На Кореневском карьере прошел чемпионат России по кабельному вейкборду и вейкскейту. Люберцы встретили почти 100 спортсменов из 11 регионов. Соревнования такого уровня по воднолыжному спорту в округе организовали первый раз. Тему продолжит Богдан Колесников. Этап Кубка России у нас проходит впервые. Конечно же, мы готовились долго для этого. В прошлом году была установлена новая установка протяженностью 620 метров, что позволяет нам теперь принимать таких гостей. Мы работаем для того, чтобы спорт, население и продвижение спорта в нашем округе было на высоте. Первыми на старт пригласили самых юных вейкбордистов. 9-летний Федор Рыжов воднолыжным спортом увлекся три года назад. Базовые трюки выполнил с легкостью, но на финишной прямой не смог удержать равновесие. Тут ничего трудного самого не было, но я хотела сделать рейли, но не сделал. Я очень много где участвовала, но первый раз занял место в этом году, по-моему, в июле в Карпет-плейграунде. Четвертое место там занял. Соревнования провели в восьми возрастных категориях. Дмитрий Смирнов приехал из Владимирской области. За 10 лет, что занимается вейкбордом, выступал на разных площадках. Вейкпарк на Кореневском карьере впечатлил. Очень хорошая база, мне понравилась. Хорошая лебедка, высокая фигура, замечательные люди катают, радуются. Что-то пошло не так сегодня на второй фигуре, прям упал и все. Но сейчас, я думаю, соберемся в Волсакью. Сейчас будет еще. Поддержать участников соревнований приехал Алексей Чернов. По словам президента Федерации воднолыжного спорта России, у городского округа Люберцы есть все предпосылки для развития водных видов спорта. База на высоком организационном уровне. Я благодарен организаторам этого вейкпарка, что за год фактически мы дали решение права проведения чемпионата России, первенства России по вейкборду в электротяге. Фигуры стоят, спортсмены показывают высокие результаты, хорошие результаты. И в целом мы оцениваем этот как один из топовых объектов в России для проведения крупных всероссийских и международных соревнований. Вейкбордом в стране занимаются около 25 тысяч человек. Более 500 из них в Люберцах. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.